Сейчас у нас кризис, и это сложные времена, и в такие времена люди всегда начинают вдруг вспоминать, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. То есть, сейчас жить достаточно сложно многим, и когда наступает кризис, все начинают думать, что завтра может быть еще хуже. Ну а когда все хорошо, все думают, что так хорошо будет всегда. И если будет еще хуже, то значит надо приберечь денежки, и надо наконец-то начать откладывать денежки куда-то, инвестировать. И люди начинают делать это лучше поздно, чем никогда. Поэтому я решил поставить себя на место таких вот людей, попытаться помочь им. И я решил сделать такой портфель, смоделировать на 100 тысяч рублей приблизительно, потому что, ну, для начала можно начать вот с такой суммы. Многие начинают с такой суммы, поэтому, ну, это разумно, поэтому я решил сделать это так. Итак, сегодня первый шаг, который я сделал, куда инвестировать 100 тысяч рублей. Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Итак, сегодня видео, куда инвестировать 100 тысяч рублей. У меня недавно закончились структурные продукты, автоколы. И как раз там, ну, эти структурные продукты сейчас доступны только для квалифицированных инвесторов. Я являюсь квалифицированным инвестором, но при этом у меня эти структурные продукты были открыты. Ну, там минимальная сумма была вложений 100 тысяч рублей. Я их там открывал несколько раз. В результате у меня накопилось 130, там, по-моему, 7 тысяч рублей. И смотрите, чтобы открыть следующий структурный продукт, там, ну, планочка немножечко увеличилась. Сейчас открытие брокер, я нахожусь в открытии брокера, оно говорит, что структурные продукты сейчас доступны от 300 тысяч рублей. Это не совсем так. Я попытался открыть. Ограничение там стоит на 250 тысяч рублей, что все равно явно недостаточно, чтобы открыть структурный продукт. А это у меня находится на счете ИИС. ИИС пополнять выгодно в конце года, поэтому, ну, я решил, что сделаю это чуть позже. Пополню счет. А сейчас у меня образовалось 137 тысяч рублей. И я решил как раз вот, что это удобный момент для того, чтобы смоделировать такой портфель на 100 тысяч рублей. Итак, куда же будем мы вкладывать 100 тысяч рублей? Второй вопрос, который встает, в какой валюте хранить деньги, наверное, в рублях или в долларах? В долларах или в рублях? С одной стороны, вроде кажется, в долларах, потому что доллар всегда растет по отношению к рублю, и это логично. Но с другой стороны, мы знаем, что, смотрите, рубль сейчас сильно недооценен. То есть, есть такой, скажем, индекс гамбургера. Вы, если путешествовали по заграницам, когда вы приезжаете в другие страны, в развитые страны, вы замечаете, что цены там в пересчете, если пересчитывать на рубли, на все, ну, немножечко дороже, немножечко выше. Вот, и в частности, например, есть такой индекс Биг Мака, который показывает о том, сколько стоит один и тот же товар, тот же самый Биг Мак, он во всем мире абсолютно одинаковый. Где он стоит? И поэтому, ну, как бы решили прикинуть, сколько же стоит Биг Мак в разных странах. Так вот, у нас, если Биг Мак стоит там 135 рублей, а в Америке он стоит там 5 с лишним долларов. Ну, короче говоря, получается, что в Америке Биг Мак получился в 5 раз дороже. И так многие товары за границей стоят дороже. Что это значит? Что мы на свои деньги, вот тот же самый товар, да, стоит в развитых странах дороже. Это значит, что рубль недооценен, и мы, когда идем в магазин, мы покупаем товары за рубли, но мы живем примерно так же, как люди в развитых странах живут. То есть, мы, у нас средняя зарплата, если пересчитать в доллары, это 500 долларов, скажем, ну, предположим, да, то есть, многие мне возразят, но я просто для такого, ну, круглого числа. Вот, то мы живем примерно так же, как мы жили бы за границей на 1000 долларов. Вот так. Ну, как минимум. То есть, как минимум в 2 раза рубль недооценен, то есть, по нашей жизни доллар должен стоить не 73 рубля, сколько он там стоит сейчас, 74, а 37 рублей за доллар. То есть, ну, логично считать, что доллар может опуститься к рублю, и с другой стороны, сейчас американцы печатают доллары, и они запустили программу КУЕ, вы знаете, что, ну, печатают не очень обеспеченные доллары, вливают их, пытаются запустить. Что пытаются запустить? Инфляцию. Чтобы инфляция была 3% годовых, то есть, они сами стремятся обесценить свой доллар, и я думаю, что, ну, когда они говорят об этом, то я думаю, что они с этим справятся, с этой задачей. То есть, есть факторы о том, что доллар к рублю должен упасть, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы живем в какой стране? В России. Россия – это самая лучшая страна в мире, самая справедливая страна в мире, но почему-то весь остальной мир не хочет с нами дружить, и почему-то весь остальной мир считает, что мы чуть ли не империя зла. И поэтому против нас, против России надо вводить какие-то санкции, надо тормозить, чтобы мы жили хуже. И к чему приводят санкции? К тому, что, ну, к нам не поступают инвестиции, к нам ограничивают приток долларов, а это приводит к ослаблению рубля, наоборот. Потому что, ну, нас поставят, ну, грубо говоря, стараются поставить на коленах. Это, ну, любим мы Путина или нет, но это есть на самом деле, это нельзя отрицать. Поэтому есть фактор, что рубль упадет. Так в какой же валюте мы будем хранить свои активы? В рублях или в долларах? В долларах или рублях? Ну, здесь ответ на этот вопрос я решил очень просто. А давайте-ка мы разобьем эту нашу сумму ровно пополам. Ровно пополам. Поэтому, значит, я перевел, сколько у меня там было. Ну, получается, что у меня было, так, 65, 130 тысяч рублей приблизительно. Я их разбил ровно пополам. 130 тысяч рублей пополам получается 65 тысяч рублей. 65 тысяч рублей я оставил на... Да, я перевел из структурных продуктов, это отдельный счет, на фондовый рынок Московской биржи, в открытие брокер. Это счет ИИС, ИИС, это очень важно. Вот. И, ну, на ИИСе я разбил эту сумму пополам. И на фондовом рынке Московской биржи у открытия брокера, у других брокеров просто, ну, там может быть по-другому, у открытия брокер есть возможность купить доллары по штучно, по одному доллару один лот. То есть на валютном рынке мы можем купить только 1000 долларов минимальный лот. На фондовом рынке есть инструмент, который позволяет купить нам доллары по одному доллару. Такие же инструменты есть у других брокеров, но я просто не знаю, там ВТБ точно есть, точно есть у Тинькова, там, ну, я думаю, что у всех брокеров это есть. Смотрите, как это сделано у вас. Сейчас я покажу, как сделано это в открытии. Это отдельная торговая сессия, ну, это у всех будет отдельная торговая сессия, это достаточно очевидно, потому что это не московская биржа, это, ну, внутреннее дело, грубо говоря, брокера. Для того, чтобы купить доллар по штучно, есть такой инструмент USD рубль tomorrow. То есть он продается исключительно через механизм USD рубль tomorrow, то есть расчеты завтра. И посмотрите, как он пишется. USD рубль, вот здесь вот слэш стоит. Это очень важно, потому что на валютной бирже там не слэш стоит, а, по-моему, нижнее подчеркивание или вообще ничего нет. Здесь стоит слэш, это важно. Вот, то есть это отдельная торговая сессия. И мы нажимаем сюда и выводим котировочки. Смотрите, стакан цен у этой отдельной сессии выглядит немножечко иначе, чем обычный стакан цен, ну, потому что это отдельная торговая сессия, и мы покупаем рубли, в общем-то, у, или доллары у брокера. Поэтому вот здесь вот я могу поставить заявочку, ну, где-то вот здесь, например, да, я ставлю заявочку. Например, да, покупаю, видите, количество лота 1, 1 доллар 73, 97, 75. Давайте я, чтобы он не купился, я просто пример ставлю. Вот какую-то 95, да, он не должен купиться. И я ставлю на покупку 1 доллар. Смотрите, вот я ставлю его. Что мы видим? А ничего мы не видим. В стакане он не появляется, потому что стакан, он такой здесь, стакан цен не совсем обычный, он, ну, такой какой-то гибридный, что ли. Поэтому я снимаю эту заявку. То есть я хотел показать, что стакан цен не совсем обычный. Заявки не видны, но они есть. И здесь цена практически совпадает с долларом на московской бирже, на валютных торгах. То есть она ничуть не отличается. По комиссии тоже практически никак не отличается. 1 доллар мы покупаем или 1000 долларов на валютном рынке. Поэтому очень хороший инструмент, я это сделал. Я разбил сумму ровно 64,700, ну, там сколько, прямо ровно пополам взял. И эту половинку взял и разделил на тот курс доллара, который был на тот момент. Я это сделал заранее. И у меня получилось ровно 50% от этой суммы от 130 тысяч рублей в рублях. А другая половина оказалась в долларах. Когда она у меня оказалась в долларах? На следующий день. То есть на следующий день доллары стали, легли ко мне на счет, они стали доступны. Что я сделал следующим этапом? Я зашел в личный кабинет открытия брокер и перевел эти доллары на Санкт-Петербургскую биржу. То есть у меня рублевые активы я буду покупать на фондовом рынке московской биржи, а валютные активы я буду покупать на Санкт-Петербургской валютной бирже. Сейчас я вам покажу Санкт-Петербургскую валютную биржу. Вот она, Санкт-Петербургская валютная биржа. У меня получилось 887 долларов ровно, ну когда я вот это сделал. То есть вот я это сделал. Сейчас у меня все деньги разделены на две равные части. 50% в рублях, 50% в валюте. Можно делать это иначе немножечко. Можно, например, 40 на 60 делать. 60% в рублях, 60% в валюте. Или наоборот 60% в валюте, 60% в рублях. Но я считаю, что надо разбивать на две части. Рублевая часть и валютная часть. Это важно, потому что может доллар упасть, может рубль упасть. И значит всегда у нас будет в среднем наши денежки сохраняться. Теперь далее. Значит куда вкладывать? Я теперь буду формировать этот портфель в соответствии с, ну то есть есть такое понятие диверсификации. То есть мы первую часть это совершили, первый шаг. То есть мы разбили 50 на 50 рублей доллары. Теперь мы должны покупать различные активы для того, чтобы наши денежки не падали, а скорее росли. Для этого существует, ну во-первых, по типам активов будем разбивать. По типам активов активы отличаются на консервативные, то есть которые надежные, которые не могут, ну то есть как бы не падают, только растут. Но растут они, как правило, медленно, то есть они надежные. Как правило, такие активы это облигации или другие какие-то консервативные активы. Вот с одной стороны. С другой стороны, это акции, которые дают намного больше доходность. Там вы видите сейчас, что у меня некоторые акции в рублях или в долларах даже дали доходность 100% за год. То есть это высокая очень доходность, но при этом эти акции, эти активы могут и упасть с другой стороны. Поэтому, значит, какой-то надо баланс соблюдать, опять же. И сейчас я читаю книгу об локации инвестиций. И в этой книге, ну как бы написано, что самое главное, самое главное для того, чтобы увеличить свой портфель на долгосрочном периоде, это соблюдать нужную пропорцию между, то есть именно пропорцию между консервативными инвестициями и активными инвестициями. Когда у нас кризис, акции падают, но зато облигации начинают расти. И наоборот. И они тоже начинают перетекать друг к другу. То есть здесь соотношение уже немножечко другое получается. Не 50 на 50, а обычно, значит, ну теория показывает, что примерно 40 на 60 должно быть соотношение. То есть 40% в консервативных инвестициях, 60% в активных инвестициях. Когда денег станет очень много, то консервативные инвестиции должны увеличиваться, потому что там уже задача становится не увеличить свои инвестиции, а сберечь, сохранить. Вот, на первое место становится. Поэтому там консервативных инвестиций становится больше. У нас сейчас об этом речи не идет. У нас сейчас, ну как бы, мы формируем оптимальный портфель. Итак, значит, 40% должно быть в консервативных инвестициях, 60% в акциях. Далее акции мы будем разбивать по отраслям. Но смотрите, что такое консервативные инвестиции? Это, как правило, облигации. Так вот, сколько облигаций мы можем купить на 887 долларов? Отвечаю честно и откровенно. Нисколько. Потому что, что такое облигации в долларах? Облигации в долларах это евробонды называются. А евробонды, минимальная сумма там обычно в районе 1000 долларов. Поэтому, значит, сразу у нас целый актив отсекается. То есть, облигации валютные мы не сможем купить. Но при этом есть другие консервативные инструменты. Какие они, я расскажу вам в следующем видео, в другом видео. Что касается рублевой части, в рублевой части немножечко все попроще. Потому что, ну, есть облигации, которые от 1000 рублей. Но, честно говоря, я не хочу покупать облигации. Они дают совсем маленькую доходность, которая сравнима практически с инфляцией. Инфляции, честно говоря, я большое не ожидаю. И облигации выгодно покупать, когда инфляция идет на спад. То есть, когда ставки снижаются. Сейчас ставки уже снижены ниже некуда. Скорее они будут увеличиваться. То есть, облигации будут терять в цене. Надо покупать другие консервативные инструменты. У меня уже есть идеи, что сделать, какие инструменты купить. Но пока, значит, смотрите. У меня сегодня первое видео из этой серии. О том, куда вложить 100 тысяч рублей. И первый шаг мы с вами сделали. Это разбили ее на две части. И вложили в, ну, разбили на две части по валютам. Часть в рублях, часть в долларах. Все, это первый шаг. Что мы будем делать на втором шаге, я расскажу уже в следующем видео. Все в другом видео, какие будем инструменты подбирать. Здесь я не тороплюсь. Вот, поэтому следите за моими видео. Это будет отдельная серия. Инвестиционный портфель на 100 тысяч рублей. И поэтому сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. Поделитесь этим видео со своими знакомыми, у которых такая же проблема возникает, которые тоже хотят начать инвестировать, не знают как. Мы будем вместе с вами проходить этот процесс. Увлекательный и интересный. И будем следить за тем, что же у нас получается. А на сегодня все. Оставайтесь на моем канале. Подписочка, колокольчик. Спасибо за внимание. С вами был Деменков Юрий. До встречи. С вами был Деменков Юрий.